В этом уроке хочу показать вам пару сервисов, которые позволяют нам создавать фавикон для нашего сайта. Что такое Favicon? Это такая вещь, которую вы видите вот в закладках браузера. То есть, например, здесь есть фавикон, такой вот цветочек. Потом, к примеру, на моем сайте тоже есть небольшой фавикон, вот такой вот кружочек, такая планета, так скажем. И вот, чтобы сделать такой фавикон, есть множество сервисов, и я вам покажу сегодня пару сервисов. Первый сервис находится по адресу favicon.ru. Вот такой вот адрес сайта. Заходим, нам сразу здесь выдвигается блок рекомендации, поделиться ссылкой, мы его закрываем. И вот здесь мы можем загрузить изображение для создания этого самого фавикона. Мы нажимаем здесь обзор, выбираем картинку на вашем компьютере, которую вы хотите сделать фавиконом вашего сайта. Например, давайте выберем такие вот деньги. Нажимаем открыть, у нас открывается такая вот картиночка. И здесь мы можем редактировать картинку, то есть мы можем уменьшать немножко. Вот, например, мы хотим сделать вот такой вот примерно. Такие вот, такие размеры поставим для фавикона. Вот, выбираем нужные нам размеры, примерно вот так вот, да. Здесь мы выбираем сохранять пропорции, либо не сохранять пропорции. То есть, если будем сохранять, то мы видим, у нас будет картинка пропорционально как бы уменьшаться. Если мы не будем сохранять пропорции, то она у нас так вот сплющится. К примеру, мы выбрали сохранять пропорции, нажимаем далее. Так, опускаемся ниже, и у нас здесь появляется такое вот поле для, как бы с нашей картинкой. И мы здесь можем что-нибудь подрисовать, что-нибудь убрать. И ниже мы видим с вами предосмотр, то есть вот так будет выглядеть ваш фавикон на сайте. Что мы здесь можем делать? К примеру, мы хотим убрать этот черный фон, нажимаем здесь инструмент прозрачный, и вот вводим по нашему черному фону, и убираем данный фон с нашего фавикона. И мы сразу здесь видим, что тоже фон убирается. Давайте полностью уберем черный фон. Только делать это нужно аккуратно, чтобы не задеть саму картинку. Так, 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 так. Так, ну вот, вроде бы все, да? Мы убрали данный черный фон, у нас получается вот такая картинка. В принципе, мне вот не очень нравится здесь конечный результат, и вот поэтому я предпочитаю другой сервис. Но вот плюс в этом сервисе в том, что вы можете, как бы, рисовать свой фавикон. Любой. То есть, если вы умеете это делать, умеете так вот рисовать в таких вот маленьких масштабах картинки, то, пожалуйста, можете использовать данный сервис и рисовать здесь. Здесь тоже есть всякие инструменты. Например, рисовать выбираем, выбираем цвет, и мы вот рисуем что-нибудь еще там. на нашем фавиконе, и сразу видим, что у нас здесь появляется. Также у нас здесь есть заливка. Вот мы залили фон. Так, мы его только что стирали, теперь залили. Но ничего, также мы можем вот здесь перемещать наш фавикон и так далее. То есть, давайте посмотрим. Вот конечный результат у нас такой получился. В принципе, не очень. Ну, если вы хотите скачать, нажимаете скачать, и ваш фавикон начинает скачивание. То есть, сохранить файл, сохраняясь на компьютер, и все, можете использовать ваш фавикон на сайте. Вот, если вы не хотите загружать изображение, сразу хотите рисовать. То есть, как бы, можно не загружать, просто переходите в favicon.ru, и здесь снизу сразу появляется данное поле, и вы просто берете карандаш и рисуете что-нибудь. Вот, вы видите, появляется здесь такая вот штука. Вот. То есть, этот сервис больше подходит для вот рисования. То есть, если вы заливаете свои картинки, то мы видели результат не очень. А второй сервис с адресом вот таким вот, да, запишите его куда-нибудь здесь. Мне больше нравится этот сервис с тем, что вот, если я загружу сейчас ту же самую картинку, давайте загрузим. Так, загрузки, вот деньги. Выберу размер, например, 32 на 32 конвертировать, то я получаю фавикон очень довольно-таки красивый. То есть, мы видим, что у нас даже здесь очертания данной картинки очень-то приличные. Если мы выберем 16 на 16, то у нас тоже, в принципе, красиво получается. И данный фавикон можно использовать у вас на сайте. Давайте выберем 32 на 32, сохранить, то есть, конвертировать. И чтобы сохранить, нажимаем правой кнопкой мыши, сохранить изображение как, и сохраняем, к примеру, там, какую-нибудь папку, либо на рабочий стол данную картинку, сохранить. И вот мы можем ее открыть. Давайте откроем ее чем-нибудь. Вот данная картинка. То есть, на сайте эта картинка будет прилично довольно-таки смотреться. То есть, данный сервис подходит для загрузки какого-то изображения готового и использовать его в фавиконе. А данный сервис больше подходит для нарисовки своего фавикона с помощью разных инструментов, которые здесь имеются. И для тех, кто не знает, как прикрутить фавикон к вашему сайту, вот смотрите. Прописываем тег link, здесь указываем атрибут rel, пишем здесь icon, потом указываем тип вот такой. В принципе, наверное, это даже не обязательно. В интернете можно найти разные способы прикрутки фавикона. Но я использую такой. В принципе, работает и славно. И в атрибуте href мы указываем путь к нашему изображению нашей иконки. Вот у меня лежит моя иконка с таким вот названием 663757.ico в папке images. Давайте я вам покажу. И вот мы видим здесь эта иконка. То есть, вот, да, данный такой типа диск мы видим здесь. И диск у меня находится вот в этой папке. Вот данный диск здесь. Ну что ж, вот на этом все. Увидимся на следующем уроке. Субтитры сделал DimaTorzok